Теме. Вооруженные силы Украины имеют успехи в контрнаступлении на Южном фронте, а россияне в ответ усиливают авиаудары. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк. По ее словам, ситуация на Юге остается сложной, но контролируемой. Наталья с нами на прямой связи. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Расскажите, пожалуйста, как на Южном фронте прошла ночь и как встретили утро. Эта ночь в сравнении с другими прошла более спокойно, если это вообще уместно в случае, когда все равно звучат обстрелы. В эту ночь враг обстрелял Никополь, а при околице Никополя разрушены 4 частных дома. К счастью, обошлось без жертв. Люди вовремя реагируют на сигналы тревоги. Но также понимают, что все равно теперь же Никополь остается под обстрелами и периодически с той стороны водохранилища летят снаряды, реактивные снаряды типа «Града». Это разрушительная тема. Наталья, извините, а скажите, вот эти террористические действия российских оккупационных войск, которые, в принципе, по всей Украине мы наблюдаем на протяжении полномасштабного вторжения, Но конкретно, что касается Никополя, для чего это делается? Для того, чтобы терроризировать местное население? Ведь там же реально между Никополем и Энергодаром, там водохранилище. И очевидно, что при всем желании российские оккупационные войска это водохранилище не преодолеют никак. Это еще один элемент гибридной войны, когда оказывается колоссальное психологическое давление на те регионы, которые, казалось бы, для врага недоступны. То есть, вот как вы объясняете, здравым умом понимаешь, что враг завтра тебе не постучит грязным сапогом. Но, тем не менее, вот такие ракетные атаки, реактивные атаки, они вносят очень серьезную тревогу в душу населения, которое, в общем-то, считает себя защищенным и на подконтрольной Украине территории. Как и ракетные атаки по Одесской области, как и обстрелы Николаева, это все из одной и той же плановой таблицы врагов. Мы говорили с нашим предыдущим экспертом о том, что значит разрушение Антоновского моста. Вы можете подтвердить, что он максимально уже точно не функционирует? И что значит переправы понтонные, которые российские войска пытаются притянуть через реку? Ну, абсолютно подтвердить можно только непосредственным присутствием и убедившись в том, что действительно те разрушения, которые нам демонстрируют с помощью телевидения, фото, видео, это соответствует действительности, поскольку мы понимаем, наверное, с вами, как коллеги, телевизионщики, что разные планы съемки могут создавать разный эффект. Тем не менее, по факту наблюдения мы видим, что враг пока не использует мост, пытается искать альтернативные пути переправы. А это говорит о том, что либо очень серьезная операция спланирована на отвлечение внимания, либо действительно есть нарушения технические настолько серьезные, что не дают возможность использовать. Время покажет, ну и наши разведчики тоже. Ну, тут знаете, Наталья, вот вы говорите о том, что либо это там какая-то спланированная операция, да, для отвлечения внимания. Вот появилось буквально несколько часов назад информация о том, что от полиции, национальной полиции Херсонской области, о том, что российские оккупационные войска для того, чтобы переправляться через реку, в том числе используют пассажирский теплоход, который, ну, они, как они привыкли это делать, выкрали у мирного населения временно оккупированных территорий. Но тут же просто уже это, знаете, в голове не укладывается. Ну, теплоход же, это же, это очень большой объект. Ну, то есть, если говорить об отвлечении внимания, то насколько в этом случае мы можем говорить о логике действий российской армии, потому что, как мне представляется, отвлечение внимания пассажирским теплоходам, ну, это самоубийство. Это может быть провокация для инсценировки террористического акта, к примеру. Это может быть провокация с тем, чтобы спровоцировать вооруженные силы Украины, силы обороны Украины на проведение атаки мирного объекта. Ну, и говорить о логике в соотношении с тем врагом, с которым мы имеем дело, ну, тоже надо, наверное, с поправкой на усилившийся южный ветер. Скажите, если вернуться к понтонным переправам, они могут заменить мост? Потому что предыдущий спикер сказал, что вряд ли это получится. Как по-вашему? Ну, гипотетически понтонная переправа для того и создана, чтобы заменять мост на каких-то этапах операции, на каких-то участках местности. Но, опять же, говорить о полноценной замене можно только при абсолютной глубокой оценке той местности, той операции и того задума, который пытаются реализовать. Я еще раз скажу, что как человек военный, я не исключаю абсолютно провокаций или способов инсценировки каких-либо действий для последующего обвинения вооруженных сил или сил обороны Украины в том, что все было не так, все было иначе и все было трагично именно из-за того, что поспешили или сделали что-то не так. Наталья, говоря о операции, которую проводят вооруженные силы Украины в Херсонской области, вообще, в принципе, на южном направлении. Скажите, о чем говорят жители деоккупированных населенных пунктов? О чем они рассказывают нашим военным, которые уже заходят, помогают, доставляют гуманитарную помощь? О чем они рассказывают касательно тех действий, которые по отношению к ним предпринимали российские оккупационные войска? В первую очередь, конечно, они очень рады нас встретить, они радушно открывают ворота, двери и души. Это и пирожки, и конфеты. Казалось бы, откуда взявшиеся, когда мы говорили о таком длительном гуманитарном кризисе в этих же селах, но очевидно, что люди ждали, люди готовились, люди очень этого хотели. Конечно, говорят о тех зверствах, которые применялись в отношении их, и все эти вещи будут фиксированы и лягут в основу криминальных правонарушений. Скажите, а вот касаемо зверств, я понимаю, что это неэтично, очевидно, тем более сейчас, пересказывать то, что делали представители российских оккупационных войск в деоккупированных, уже деоккупированных ВСУ, населенных пунктах южных территорий. Но, скажем так, эти действия, действия по террору местного населения, они каким-то образом отличаются от того, что российская армия делала в той же Киевской области, Черниговской, продолжает делать на Луганщине, на Донбассе, в Харьковской области и так далее, то есть там, где они были или есть? Я думаю, что криминалисты и люди следствия, которые будут заниматься этими вещами, сделают объективные выводы и доведут совершенно полноценную картину всей этой ситуации, потому что умолчать это невозможно, мир должен знать об этом, а сейчас говорить об этом преждевременно, поскольку в рамках следствия это не свойственно разглашать. Наталья, скажите, а что вам известно о действиях российской армии Ферсонской области дальше в контексте того, что вот украинские войска ведут достаточно удачные бои в области? Российские войска взгоняют дополнительные силы из Крыма или напротив, не знаю, готовятся убегать? Я думаю, что у них направление действий двойственное, поскольку объективно говорят факты о том, что да, поступает техника вооружения, но сейчас у них очень сложная ситуация с логистическими моментами и размещение складов, которые мы регулярно обстреливаем и подрываем, и размещение техники, которое скопление техники очень быстро выявляется нашими наводчиками и точно так же поражается. И так же сложности с тем, как это все переправить. Ну и кроме того, в свете мостовой проблемы, они задумываются о путях отступления, поскольку отсутствие возможности пересечь реку говорит о том, что и бежать-то будет некуда. Поэтому здесь сейчас очень серьезно фиксируется такое глубокое замешательство, и есть элементы деморализации войска, но мы знаем о том, что внутри войск российской оккупационной власти есть также и усиляющие отряды, дополнительные аргументаторы, так сказать, которые не позволяют двигаться назад. То есть люди, которые сейчас на передовой в том войске, они заложники двойственного кольца. Наталья, наш предыдущий спикер сделал прогноз, что возможно, если взять ко вниманию, что Антоновский мост таки разрушен и логистика нарушена, то запасов и для обстрелов и горючего у российской армии примерно может быть на 10-12 дней. Можно ли сделать какой-то прогноз? Вы бы могли подтвердить такие данные? Как считаете? Ну, это очень странный прогноз для спикера со стороны Украины. Я считаю, что наши разведорганы уточняют эти данные очень постепенно, и это не самая главная позиция, которая характеризует силу войска, потому что запасы, которые имеет богатая херсонская земля и свойства, с которыми оккупанты могут врываться, мародерить и отбирать это у тех, кто находится под оккупацией, оценить так однозначно, однобоко нельзя. Наталья, спасибо вам большое, что были с нами. Это была начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины ЮГ Наталья Гуменюк, с которой мы поговорили о том, что происходит на Южном фронте в целом и в Херсонской области в частности.